В Ненецком округе стартовала череда последних звонков. По многолетней традиции линейки для выпускников должны были пройти 25 мая. Но пандемия коронавируса внесла коррективы, и для каждой школы был назначен свой день, позже привычных сроков. 8 июня последняя встреча с детством прошла у 11-классников 4-й городской школы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Косички, банты и слезы украдкой. В доме Радюкиных с самого утра идет подготовка к торжественной линейке. Выпускница 11-го класса Карина признается, что часы до последнего звонка вызывают противоречивые чувства. Ведь школьные годы для нее – это особенный период в жизни, который никогда больше не повторится. Очень волнительно и радостно, и немного грустно, потому что 11 лет жизни в любимой школе, в родном городе уезжаю. С друзьями придется прощаться. Ну и вроде как новый этап, новая жизнь, новые эмоции, новые знакомства. Во дворе школы номер 4 играют знакомые всем школьные песни. Выпускники выстроились в линейку с букетами в руках рядом со своими одноклассниками и учителями. В глазах родителей, стоящих поодаль, читается еле заметная грусть. Их дети стали совсем взрослыми. Ну эмоции, знаете, смешанные. И вроде как и жалко, и уже как бы хочется во взрослую жизнь. Ребенок у меня готов. Ну конечно, жалко, что говорить, потому что она отдала 11 лет этой школе, от звонка за звонка, скажем, 11 лет учебы на отлично. Так что, ну, что поделать, такова жизнь. Все были когда-то? Да. Все мы были когда-то школьниками, потом учились в институте. Ну, у меня еще младший есть, так что еще 8 лет мне с этой школой быть. За 11 школьных лет у каждого выпускника случилась своя особенная маленькая жизнь. Кроме полученных знаний по предметам, ребята учились общаться, находили верных друзей, влюблялись. Самое яркое впечатление о школе – это последние два года, когда я нашла много новых друзей и знакомств. Очень многие ребята пришли из других школ. И на самом деле я очень грущу, потому что не очень хочу заканчивать школу. Это для меня просто самое родное место, самое любимое. Я очень сильно привязалась к учителям, к одноклассникам. И мне правда сегодня немного грустно, но и весело. Атмосфера праздника стоит просто замечательная. Некоторые из ребят признаются, что им немного не хватило времени, чтобы закончить школу с отметками выше или чтобы вдоволь насладиться ощущением детства. Вся эта школьная атмосфера, вся эта эмоция эти тяжело будет терять, конечно. Честно говоря, я стараюсь ни о чем не жалеть. Но есть, конечно, такие пары моментов, которые я бы хотел поменять в своей жизни, естественно, в школьной жизни. К примеру, почаще бы заниматься. Но что сделать, время прошло. Меня ждет новый жизненный этап, так же, как и всех моих одноклассников, в принципе, всех выпускников, к которому я готов и буду двигаться по жизни дальше, только вперед. Впереди у ребят пора экзаменов. Волнение перед поступлением выбранные учебные заведения. Наступит новый этап в их жизни. Пройдет время. Но свой последний школьный звонок каждый из них будет помнить всегда. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север.